Дом для тех, кто ценит статусное жилье и хочет жить в самом центре Одессы. Так, компания-застройщик призывает посмотреть визуализацию апартамента в двух шагах от сердца города. Шестиэтажное здание планируют построить на углу Преображенская и переулка Некрасова. Лишенный охранного статуса, дом Радаканаки, известен одесситам своим арт-пространством, созданным одесскими художниками. Есть ли разрешение на строительные работы у застройщика и что будет с соседними зданиями, расскажет наш корреспондент Татьяна Барумбей. Одесситов осчастливили с носом еще одного старого здания. На этот раз под руку застройщикам попал дом на углу Преображенской и переулка Некрасова. Известный одесситам как арт-пространство, дом Радаканаки превратится в очередную многоэтажку. Естественно, для начала здание необходимо будет снести. Компания-застройщик Плант Инвест уже опубликовала новый облик дома, точнее, несколько вариантов будущей стекляшки. Где-то можно досчитать шесть этажей, а на другом проекте здание подросло до восьми. Статуса памятника архитектуры дом лишился в 2008 году, что сделало его удобным объектом для будущей застройки. Сегодня в части помещений дома Радаканаки орудуют одесские художники, которые за семь лет превратили классический одесский дворик в выставочный центр на свежем воздухе. Трещины на стенах и потрепанный фасад украшают картины и декоративные элементы. Впрочем, о исторической ценности здания для архитектурного центра Одессы, что местные, что городская власть, похоже, забыли. У меня все больше и больше возникает ощущение, что с этим справляться невозможно. Это все домкиходство. Мы сражаемся с какими-то, ну или боремся с какими-то мельницами, но у большинства граждан историческая амнезия. Просто это никого не интересует, кроме полтора человека, выходящих на какие-то митинги. Ну, миллионная Одесса, да, абсолютно не интересуется тем, что там в доме Радоканаки на переулке Некрасова, что там, я не знаю, в районе, так сказать, Пале-Рояля или самой центральной части Приморского бульвара. Эти люди уничтожают культурное наследие, потому что оно для них не наследие. Более того, чем больше мы поднимаем крик и создаем шум вокруг этого, тем дороже обходится продажа этого культурного наследия тем, кто хочет ее купить. То есть, грубо говоря, мы играем тем самым этим бунтами и шумом в пользу тех, кто собирается его продать. Потому что вокруг шумного памятника больше денег, понимаете, потребуется. Строительные работы на переулке Некрасова-10 могут стать катастрофой для соседнего здания. Новострой будет прилегать к двум памятникам архитектуры – главному корпусу Одесского экономического университета и доходному дому Маврокардата. Соседи обреченного дома Радоканаки уверены, и без того глубокие трещины на стенах здания могут стать причиной его обрушения. По словам жильцов, восьмой дом на переулке в свое время пережил ряд экспертиз, которые показали, что дому требуются неотложные восстановительные меры. Одно неправильное действие – и десятки жильцов останутся без крыши над головой. Повторив судьбу нескольких уже рухнувших из-за застроек зданий. В 2010 году владелец первого этажа делал капитальный ремонт помещения. Для этого сносил стену несущую. Что-то было сделано неверно, и дом просел. Кроме того, было огромное количество залито машин с бетоном. Это утяжелило конструкцию и очень сильно прогнулся фундамент. Разрешение на строительные работы застройщик якобы получил в 2012 году. Однако подтверждения этому пока нет. Официально продавать квартиры не предлагают. Но учитывая потерю охранного статуса, серьезных препятствий для оформления документации у компании нет. По моей информации, никаких документов, ни архитектура, ни ГАСК, никто либо другой не согласовал и не выдавал. То бишь, для того, чтобы там появился какой-либо дом, должна пройти достаточно длительная процедура, начиная с архитектуры, заканчивая финальным разрешением ГАСКа на начало строительных или подготовительных работ. Это должно вызвать особый интерес у правоохранительных органов. Если у них этого интереса нет, значит они, скажем так, заинтересованы в этом объекте. Наша комиссия будет в ближайшее время собираться, мы будем заслушивать этот вопрос. И если нам городские службы не дадут внятного ответа, что там происходит, я думаю, что комиссия будет обращаться в правоохранительные органы, для того, чтобы предотвратить вообще какие-либо действия по данному объекту. Одесситы рассказывают, строительство планировали начать еще в 2009 году, но, похоже, к соглашению с властями так и не пришли. На деле пока одни визуализации проектов. Когда вокруг дома Радаканаки появится строительный лес, пока неизвестно. Местные, которые проживают в соседних домах десятки лет, с грустью посматривают в сторону дома, но рук пока не опускают. Мы хотим призвать одесситов нам помочь в этом вопросе, против этой стройки, дабы сохранить наш уже достаточно прилично разрушившийся дом и сохранить нашу любимую старую Одессу. Я знаю в Одессе каждый дом, каждый где, двухэтажный, трехэтажный, каждый уголочек. Я тут выросла и очень дорожу своим городом. Эталонный образ фоновой застройки первой половины 19 века ждет своей участи. Похоже, представление о прекрасном у заказчика и одесситов сильно разнится. Татьяна Бурумбей, Константин Нищерет, телеканал Репортер.